Продолжение следует... Про другую классификацию, которая абсолютно независима от этой. Про соматическую и автономную. А сегодня у нас с вами детальное знакомство с головным мозгом. На прошлой уроке был еще спинной мозг. И сегодня более детальное знакомство со строением, с функциями именно головного мозга. Вот. Спинной мозг переходит в головной через затылочное отверстие. И прям-прям точной границы перехода нет. То есть спинной мозг у нас переходит в продолговатый мозг, который, соответственно, в свою очередь переходит в мост, в средний и так далее. Вот. И, да, собственно, тяж спинного мозга, он, так сказать, переходит, вливается в продолговатый. Без точной, опять же, границы перехода. Вот. И, соответственно, функции продолговатого мозга, они достаточно похожи на функции спинного мозга. Название отдельных частей головного мозга вы видите здесь на этой картинке. Опять же, продолговатый мозг, мозжечок рядышком. Вот. Мост, средний мозг, промежуточный мозг и, наконец, большие полушария головного мозга, которые отделены друг от друга. Вот. И соединяются они только в центре через мозолистое тело, так называемое. Вот. Мозолистое тело – это такая вот перетяжечка, которая оба полушария соединяет вместе. Вот. Значит, что касается функций. Как я уже сказала, продолговатый мозг и мост – это непосредственное продолжение спинного мозга. Вот. И, как я, опять же, уже сказала, вот функции у них сходные. Вот. Они выполняют проводящую и рефлекторную функции. Вот. Проводящая означает, что через них проходят нервные пути. Вот. Соединяющие спинной мозг со всеми отделами головного мозга. Вот. И, что касается рефлекторной функции, вот. Это центры жизненно важных врожденных рефлексов. Дыхательный центр обеспечивает нам чередование вдоха и выдоха. Вот. Про которое мы, как правило, не задумываемся. Вот. Мы не думаем о том, что сейчас нам надо выдохнуть, а вот сейчас выдохнуть. Вот. Дышим мы на автомате. Вот. Дальше. Сосудодвигательный центр управляет тонусом кровеносных сосудов. Вот. И еще частотой и силой сердечных сокращений. Вот. На сердечные сокращения мы влияем еще меньше, чем на вдох-выдох. Вот. Если вдохнуть и выдохнуть мы еще можем под силой мысли. Вот. То есть сердечные сокращения вот от нашего разума никак не зависят. Вот. И не надо. Слишком там выверенная точная работа. Вот. Поэтому вряд ли мы там что-то можем в лучшую сторону изменить. Вот. Значит. Сердечные сокращения вот тоже находятся под управлением вот этих вот рефлекторных центров. Вот. И точно так же в продолговатом мозге находятся центры защитных рефлексов. Вот. Чихание и кашля. Вот. Это защитные рефлексы удаления чего-то чужеродного, вот, с дыхательных путей. Вот. Мигание, моргание глазами. Вот. Тоже, соответственно, защитный центр. Вот. И центр тошноты, центр рвоты. Соответственно, это про удаление чего-то токсичного, чего-то несъедобного из нашего организма. Это тоже типичный защитный рефлекс. Мы умственно на него повлиять не можем. Вот. Опять же, если поморгать мы можем еще. Вот. Осознанно. Вот. То чихание. Вот. Чихая мы, как правило, не осознанно. Вот. И там же еще находятся центры рефлексов, которые связаны с простейшим предметом. Пищевым поведением. Вот. Глотание, оживание, слюноотделение, отделение пищеварительных соков и так далее. Вот. И, наконец, вот, тоже в сером веществе продолговатого мозга и моста, вот, находятся центры, которые регулируют сон и бодрство. Вот. То есть, вот эти, вот, опять же, рефлексы программы, вот, жизненно важные. Вот. Особенно, опять же, дыхательный и сосудодвигательный. Вот. Поэтому повреждения вот этого вот отдела мозгового опасны для жизни. Вот. Ну и, собственно, я уже говорила, да, что спинной мозг и головной мозг – это самые-самые важные и ценные наши органы. Вот. Поэтому, соответственно, они очень тщательно защищены. Вот. Вот. Это, что касается, опять же, рефлекторной и проводящей функции вот этих вот двух отделов, связывающих головной мозг и спинной мозг. Вот. Но, однако, официально они относятся именно к головному. Вот. Следующий отдел – это мозжечок. Вот. Он, в отличие от продолговатого мозга, вот, прям-прям обособлен. Вот. На картинке видно. Вот. Мозжечок отвечает за координацию движений в основном. Вот. У него, в принципе, довольно много функций. Вот. Разной степени важности. Вот. Но, прям-прям, самая основная, вот, и самая большая функция – это именно координация движения. Вот. Точные движения, плавные. Вот. Без каких-то лишних. Без чего-то лишнего. Вот. И особенно, если нам, если внезапно что-то изменяется, предположим, когда в транспорте водитель внезапно меняет скорость, вот, нам сложно сохранить равновесие. Вот. Но, тем не менее, да, нам можно приложить усилия, чтобы устоять на ногах, вот, чтобы не попадать. Вот. За это тоже отвечает мозжечок. Вот. Чтобы когда транспорт резко останавливается или резко трогается, вот, в силу инерции, соответственно, устоять на ногах довольно тяжело, вот, и помогает устоять на ногах нам именно мозжечок. Вот. Кроме того, путь, траектория любого движения, вот, от исходного положения до цели, вот, это контролирует тоже мозжечок. Вот. Соответственно, идти осторожно, вот, стоять на одной ноге, вот, стоять и кататься на коньках, вот, ходить по бортику, вот, по поребрику. Вот. Это все тоже, вот, действия и контроль мозжечка. Вот. Вот. Связан он, в общем-то, со всеми отделами мозга, вот, но выполняет вот такие вот свои обособленные функции. Вот. Можжечок – это достаточно древняя часть мозга, вот, мозжечок развивается еще у рептилий достаточно сильно, вот, по сравнению с амфибиями и с рыбами, вот, вот, мозжечок рептилий начинает прям-прям очень бурно расти, вот, потому что, опять же, более быстрые движения, вот, более точная координация нужна. Вот. Вот, собственно, на этом слайде, вот, как раз все движения, вот, которые контролирует наш мозжечок, вот, на картинке А, это опыт с закрытыми глазами, можно коснуться рукой собственного носа, вот, понятно, что с открытыми глазами это сделать проще, вот, ну, можете, вот, сейчас или потом попробовать, если мы прикроем глаза и попробуем пальцем коснуться носа, вот, только не выроните ничего, если вы держите приборы в руках, вот. 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 Чем быстрее, вот, мы можем коснуться и чем точнее мы можем коснуться, вот, тем, соответственно, сильнее у нас вот это вот координационное свойство развитое. Вот. 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 Можечок можно тренировать, вот, то есть, если не получается с первого раза попасть в кончик носа, вот, можно тренироваться, вот, чувство равновесия вообще это хорошая штука, вот. Можечок таким образом, да, очень полезная часть головного мозга. Вот. 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 Под буквой Б, это, собственно, хождение по тому самому бортику по ребрику, вот, считается, что если, вот, держать руки сомкнутыми на уровне верхней части груди, вот, то это положение более устойчивое. Вот. Вот. Ну, хотя, опять же, да, в зависимости от натренированности мышечка, вот, человек может быть более устойчивым или менее устойчивым, тоже это все тренируется. Вот. Вот. То есть, собственно, конькобежцы, вот, и фигуристы, это как раз подтверждение тому, вот, потому что мужичок, свойства мужичка можно тренировать. Вот. И не обязательно именно на коньках. Вот. В целом, положение равновесия, вот, устойчивость на одной ноге, вот, это все можно запросто делать в домашних условиях. Вот. Опять же, полезная штука. Вот. И, наконец, вот. Это та самая инерция и то самое противодействие лишним движениям. Инерция, о котором я говорила. Вот. Ну, я приводила пример транспорта, вот, с меняющейся скоростью. Вот. Когда риска изменяется скоростью, вот, то равновесие нарушается. Вот. Вот. А здесь, на этой картинке, соответственно, такой, может, не очень добрый опыт, когда другая рука удерживает руку человека, вот, и... И, соответственно, если резко опустить, вот, то собственная рука, вот, дергается, и можно даже попасть по собственному носу. Вот. Можичок, вот, он помогает эту самую руку остановить, чтобы самого себя за нос не щелкнуть. Щелкнуть. По носу не щелкнуть. Вот. Ну, в целом, да, я бы сказала, что пример про транспорт, он такой более, более добрый и, может быть, более понятный, более знакомый. Вот. Потому что резкое изменение скорости, там, где мы едем, наверняка знакомо большинству из вас. Вот. Опять же, все это контролирует мужичок. Вот. За точность движения, за плавность движений, вот, скоординированность. Вот. Важная штука. И, да, я уточню, соответственно, вот это вот строение головного мозга, здесь, на этой картинке справа находится затылочная часть, вот, а слева лобная. Может быть, это не совсем очевидно. Вот. То есть, получается, что вот этот, вот, по цифре 1 продолговатый мозг переходит в тот самый спиной. Вот. Вот. Здесь эта картинка развернута, то есть, здесь, получается, в затылок уходит слева, вот, левая часть, а лобная, правая, вот, а вот тут наоборот. Вот. Справа затылочная часть, затылочная доля, вот, затылочек, который сзади у нас, вот, а слева, вот, лобная часть, которая справа. То есть, вот, вот, это вот вид головного мозга, ну, с поперечным разрезом, вот, то есть, мы как бы смотрим на него сбоку, вот, смотрим на вот такой разрезанный мозг. Ну, тоже в боковой проекции. Так, про мозжечок поговорили. Средний мозг, вот, на этой картинке он показан цифрой 4. Вот. Вот. Между мостом, вот, и промежуточным мозгом. Вот. Средний мозг, это очень маленький отдел головного мозга. Вот. И на нем расположены так называемые 4 бугорка четверохолмия. Вот. Вот. Это центры первичной обработки информации. Вот. То есть, здесь уже не только проводящая функция, но еще и первичная обработка. Вот. Зрительная и слуховая. Вот. Сюда. Вот. Здесь мозг, так сказать, первично анализирует то, что он увидел и услышал. Вот. Вот. Важно то, что именно эти центры реагируют на внезапные сигналы. Вот. На новые, неожиданные, внезапные. Вот. Если рядом с нами мы услышали громкий резкий звук, предположим, резкий хлопок, мы рефлекторно дергаемся, смотрим туда. Вот. Или если что-то неожиданное появилось в поле зрения, где-то в углу, вот, мы тоже вздрагиваем, тоже смотрим туда. Вот. Это как раз функция среднего мозга. Вот. Ну, не всегда вздрагиваем, конечно. Вот. Но некоторое внимание наше, вот эти вот внезапные звуки и внезапные какие-то видимые штуки, вот, некоторое наше внимание привлекает. Когда я училась в университете, вот, у нас в центре Петербурга в 12 часов такой сигнальный выстрел, вот, пушки. Вот. Достаточно громкий. Вот. Просто вот ровно в 12 часов такой вот точный сигнал времени, вот, пушечный выстрел, холостой, разумеется. Вот. И когда в это время у нас шла лекция, вот, как посмеивалась как раз наша преподавательница по физиологии, вот, ровно в 12, вот, практически вся аудитория демонстрировала вот этот вот самый рефлекторный, вот, абсолютно нормальный, разумеется. Вот. Вот это вот самое рефлекторное действие, вот, ровно в 12. Мы прекрасно знали, что это вот наша сигнальная пушка, вот, прекрасно знали, что это вот просто полуденный выстрел. Вот, тем не менее, всегда так немножко вздрагивая, вот, обращали внимание в окно, вот, потому что неожиданный звук, неожиданный резкий громкий звук, вот, зная даже, зная, что это вот просто 12 часов, все равно, вот, на вот это вот неожиданное раздражение, вот, хотелось туда посмотреть. Вот, и точно так же, если, вот, в поле нашего зрения появляется тоже что-то внезапное новое, вот, тоже привлекает наше внимание. Вот. Важный рефлекторный сигнал, вот, такой. На что-то новое надо среагировать и посмотреть, вот, безопасно ли оно для нас. Вот, это происходит, вот, такая первичная обработка именно в среднем мозге. Вот, кроме того, средний мозг у нас в некотором смысле контролирует размер зрачка и форму кривизну хрусталика. Вот, вот, он, так сказать, обеспечивает настройку глаза, настройку оптики нашего глаза, вот, на нужную резкость и контрастность изображения. Вот, со строением наших глазиков мы будем знакомиться на следующих уроках. Вот, а пока что можно сказать, что вот этот вот средний мозг, это такой пульт управления качеством изображения. Вот, мы когда смотрим в бинокль, вот, мы подкручиваем колесико для того, чтобы изображение стало резким. Вот, в наших глазах подкручивает это самое колесико вот этот вот самый средний мозг. Настраивает, вот, оптические свойства нашего глаза на то, чтобы видеть вот резко и хорошо. Дальше у нас идет промежуточный мозг. Вот, промежуточный мозг состоит из нескольких частей, вот, из таламуса и гипоталамуса. Вот, чуть-чуть впереди среднего мозга они расположены. Вот, и таламус тоже пропуская через себя новую информацию, вот, сигналы, новые сильные и те сигналы, которые связаны с текущей деятельностью. Вот, таламус, так сказать, распределяет информацию по ее важности, обеспечивая оптимальную работу мозга. Вот, вот, эту часть, опять же, промежуточного мозга можно рассматривать как центр управления вниманием. Какую часть внимания нам пустить на вот эту деятельность, вот, какую часть внимания на другую деятельность. Вот, и, соответственно, понятие интересно и понятие скучно, вот, можно сказать, что задает именно таламус. Вот, если он решает, что эта информация нам нужна, вот, то, соответственно, наше внимание достаточно сильное. Вот, если таламус почему-то считает, что информация нам не очень нужна, при этом я подчеркну, что это не всегда объективно. Вот, с точки зрения таламуса, вот, он не всегда может верно оценивать важность информации. Вот, потому что одна и та же, вот, одни и те же знания можно рассказывать интересно, вот, а можно рассказывать вяло и скучно. Вот, информация одна и та же, вот, и она для нас действительно важна, вот, как, собственно, функционирует наш организм, вот, но от разной подачи, вот, тот же самый таламус будет ее воспринимать как очень важную или очень неважную. Поэтому, опять же, не всегда это объективно, вот, но понятие скучно и интересно, понятие вот этого вот произвольного и непроизвольного внимания, вот, вот, это функция вот этого самого промежуточного мозга. Вот, еще одна часть промежуточного мозга, опять же, гипоталамус, вот, тоже, который на картинке здесь подписан. Вот, вот, у него три важные функции, вот, причем очень разные. Вот, во-первых, в гипоталамусе у нас расположены центры очень важных биологических потребностей, вот, центры голода и жажды. Вот, 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 центры страха и агрессии, вот, и еще центр положительных эмоций. Вот, и центр отрицательных эмоций расположен там же. Вот, то есть чувствуем ли мы, что нам хочется есть, вот, или нам хочется пить, вот, или наоборот не хочется, вот, чувствуем ли мы страх, вот, или наоборот злость, вот, или радость, или боль. И вот эти центры расположены именно здесь, в этой части мозга. Это, соответственно, центры важнейших биологических потребностей и эмоций. Тоже, по большому счету, это анализ информации, которая к нам поступает. И понимание, как мы на нее вообще реагируем. Во-вторых, гипоталамус – это центр вегетативной регуляции. Помните, я на прошлом уроке вам говорила про вегетативную или автономную часть нервной системы, которая заведует тем, что мы не регулируем своим разумом. Регулирует большую часть этого всего именно гипоталамус. То есть, опять же, деятельность пищеварительной системы, дыхательной, сердечно-сосудистой, поддержание обмена веществ, поддержание постоянной температуры. Я подчеркну, что именно рефлексы, вот рефлексы, глотания, рефлексы сердечных сокращений, вот это у нас в предыдущих отделах мозга, вот в среднем мозге, вот в протолговатом. А вот координация, в принципе, работы, чтобы все работало хорошо и как надо, и без сбоев, это уже здесь, в гипоталамусе. То есть, действительно, такие важные вообще штуки, как поддержание постоянных сердечных сокращений, поддержание кровеносной системы, пищеварительной, это настолько жизненно важная деятельность, что ее контролирует сразу много всего. И центр, опять же, автономной нервной системы, вот это гипоталамус. Функции вот эти вот три разные, вот, то есть, все это поддерживает гипоталамус, вот, функции такие вот очень разнообразные. И, наконец, в-третьих, гипоталамус еще регулирует работу так называемой эндокринной системы, вот, мы с ней будем знакомиться потом, через несколько занятий, вот, это тоже работа для поддержания оптимального режима, вот, это работа гормонов, вот, наверняка про гормоны вы слышали, вот, гормональное регулирование нашего организма, вот, вот эти вот самые гормоны, вот, управляются во многом именно гипоталамусом, вот, то есть, это тоже про поддержание постоянства у нашего организма, вот, это тоже про поддержание того, что мы не контролируем нашим разумом, вот, поддержание вот этой вот гормональной регуляции, вот, естественной. Есть понятие гормональные лекарства, вот, я сейчас не про них, вот, гормоны, гормоны, как правило, вырабатываются нашим организмом, вот, для, опять же, более лучшей работы, вот, для организованной работы всех-всех-всех систем органов, вот, и центр регуляции расположен тоже вот здесь, вот, гипоталамус. Вот, я еще скажу, что, значит, в гипоталамусе важный элемент – это гипофиз. Вот, и еще в промежуточном мозге есть такая часть под названием эпизис. Гипофиз и эпизис. Эпизис – так называемый теменной глаз. Вот, интересное такое название – теменной глаз или третий глаз. Вот. Его еще называют шишковидным телом. Вот. Очень интересная часть мозга, потому что у древних-древних рептилий, ну, соответственно, у тех животных, которые жили миллионы лет назад, вот этот вот самый эпизис, вот эта самая шишечка, выходила в затылочной части на поверхность головы. Вот. Древние рептилии реально смотрели тремя глазами. двумя спереди, одним сзади. И есть современные реликтовые рептилии, вот, которые живут, если я правильно помню, в Новой Зеландии. Вот. Вот. Рептилии, которые, ну, судя по исследованиям ученых, вот, сохранили вот эти вот древнейшие признаки у себя, у них этот самый эпизис действительно выходит на поверхность головы, на поверхность кожи. вот, у нас получается, вот, у современных рептилий, вот, ну, и, в принципе, у современных животных, вот, и у современного человека, этот самый эпизис спрятан в глубине мозга, и он по-прежнему считывает количество света, вот, только сейчас, ну, понятно, что если он в глубине мозга расположен, то он на поверхность головы не выходит, вот, у нас эпизис получает информацию темно сейчас или светло от наших глаз. То есть, опять же, у древнейших-древнейших рептилий, вот, парочка видов которых осталось, вот, в наше время, опять же, на ограниченной территории, на некоторых островах, вот, вот этот вот самый эпизис считывает светло сейчас или темно и регулирует так называемые циркадные ритмы, то есть суточные ритмы сна и бодрствования. Вот, вы, наверное, слышали, что засыпать лучше в темноте, вот, а, соответственно, начиная с рассветом мы бодрствуем. Вот, когда становится светло, мы просыпаемся от света. Вот, это вот регулирует как раз этот самый эпизис, вот, это самая, вот, часть, вот, шишечка, шишковидное тело в мозге. Вот, очень важный момент, да, действительно засыпать лучше в темноте, вот, потому что в темноте, вот, этот вот эпизис регулирует образование гормона мелатонина, который вызывает у нас сонливость, вот, а когда расцветает, вот, через наши глазики, даже когда у нас веки закрыты, мы все равно даже с закрытыми глазами можем примерно определить, сейчас светло или темно. Вот, и даже сквозь закрытые веки, вот, наши глазики ощущают увеличение света, вот, вот, эта информация передается от наших глаз в тот самый эпизис, вот, который раньше когда-то, вот, миллионы лет назад выходил на поверхность, вот, а сейчас спрятан в глубине, вот, и считывает эту информацию с наших глазок. Вот, когда светло, вот, эпизис перераспределяет гормоны, вот, выделяется гормон бодрствования, и мы просыпаемся. Вот, поэтому, кстати, очень важно, вот, в северных странах, там, где есть полярный день и полярная ночь, ну, или, во всяком случае, довольно сильный, большой световой день, важно засыпать либо в темной комнате с плотными шторами, либо с масочкой на лице, вот, масочка для сна, вот, или, предположим, там, шарфик, баф, который надевается на глаза, вот, либо там, специальная маска, вот, ну, можно использовать обычный шарфик, который закрепляется на голове. Вот, вот, это хорошо, вот, то есть лучше спать именно в темноте, вот, так наш организм спит лучше и восстанавливается лучше. Потому что, если в комнате светло, вот, или, скажем так, если недостаточно темно, вот, то организм просыпается, даже если он не выспался. По уровню высыпаемости лучше судить по сну именно в темной, в темных условиях, вот, опять же, либо с масочкой, вот, либо с очень плотными шторами, вот, потому что если светло, мы заснем, если мы устали, мы заснем, конечно, даже при свете, вот, но спать мы будем хуже, вот, сон будет поверхностный, вот, и гораздо больше, менее восстановительный, нежели в темноте. Как раз по вот этой вот работе этого эпифиса, который привык к тому, что если светло, то надо вставать. Независимо от того, насколько наш мозг реально отдохнул, вот, и сколько часов сна ему еще надо. Спать лучше в темноте, вот, и лучше, соответственно, обеспечивать себе вот этот вот сон в темноте. Вот, организм будет лучше отдыхать во время сна. Вот, при одинаковой, при одинаковой длительности, вот, чем темнее, тем организм лучше спит и лучше, соответственно, отдыхает, лучше восстанавливается. Вот, вот, вот такой вот у нас промежуточный мозг. Так, ну и, наконец, да, у нас уже не так много времени осталось, вот, самая такая обширная часть мозга, вот, это большие полушария мозга, вот, или так называемый передний мозг. Тоже на этой картинке они показаны. Вот, опять же, как я говорила, передний мозг у нас, представлено, если все промежуточные, если все предыдущие, вот, предыдущие структуры, вот, они были такие, расположенные посерединке, вот, то большие полушария у нас, ну, соответственно, передний мозг у нас образует правое и левое полушария, вот, которые разделяются, вот, достаточно глубокой бороздой, вот, а соединяются, как я уже сказала, такой вот перемычкой из белого вещества мозга, вот, мозолистым телом. Вот, а с нами большие полушария, вот, покрыты серым веществом, ну, то есть, вот, телами нейронов, вот, и ядрами нейронов. Вот, вот, большие полушария отвечают за сложное и осознанное поведение. Вот, и большие полушария, вот, у нас делятся на так называемую древнюю кору, среднюю, старую кору и новую кору. Вот, и если функция древней коры, ну, опять же, которая эволюционно появилась раньше всего, это анализ абонентной информации, вот, старая кора, связана с научением и памятью, вот, с процессами запоминания, вот, и большая часть коры, вот, больше 90% площади, это так называемая новая кора, вот, вот, соответственно, которая собирает информацию, вот, от всех-всех-всех органов чувств, вот, анализирует ее и принимает решения, опять же, по нашему осознанному поведению. Вот, и на следующей картинке, вот, мы можем увидеть, что здесь это уже мозг не в разрезе, а вид сбоку, вот, то есть, опять же, если сравнить с предыдущей картинкой, как сравнить с предыдущей картинкой, вот, здесь у нас мозг разрезан вдоль, посерединке, вот, а здесь мы смотрим на него сбоку, вот, тоже у нас, соответственно, слева лобная часть, вот, справа затылочная, вот, синенький такой клубочек, это мозжечок, вот, синенький стержень, это тот самый продолговатый мозг, который переходит в спинной мозг, вот, и разными цветами показаны так называемые доли, вот, этого вот переднего мозга, вот, на доли его делят особо глубокие борозды, вот, то есть, в принципе, у нас вот эта вот кора больших полушарий, вот, покрыта такими вот бороздками, извилинками и складками, судя по всему, это означало усложнение работы, вот, то есть, чем больше таких вот извилинок, тем сложнее и скоординированнее работа нейронов головного мозга, вот, у древних животных, вот, у которых передний мозг недоразвит, вот, у них таких глубоких извилин нету, вот, у человека, вот, разум развить достаточно хорошо, вот, поэтому, вот, у человека извилин достаточно глубокие и многочисленные, вот, и самые глубокие разделяют, вот, большие полушария на отдельные доли, у которых свои зоны, так сказать, влияния, зоны контроля. В теменной части у нас зона двигательной и кожно-мышечной чувствительности. То есть то, что мы можем потрогать предмет и понять, гладкий он или шероховатый, мягкий, твердый, острый, неприятный на ощупь, неприятный. Это мы контролируем именно этими частями наших больших полушарий. Фиолетовым цветом в затылочной части показано зрительное, зрительные центры, там, где у нас обрабатывается изображение с наших глазок. Обрабатывается не предварительно, как в предыдущих отделах мозга, а уже окончательно. То есть мы видим картинку вот этими частями мозга. По цифре 3, значит, зрительное. По цифре 4 височная часть снаружи. Важно, значит, по цифре 4 синеньким. На левой картиночке показаны вот эти зоны снаружи мозга. Это височная часть снаружи, это слуховая. Этой частью больших полушарий мы слышим. Опять же, не предварительно, как в предыдущих отделах мозга, а окончательно. Наша слуховая такая вот картина. И, наконец, под цифрой 5, коричневая часть справа, вот эта кора больших полушарий представлена изнутри. То есть можно сказать, что в разрезе. Обонятельная и вкусовая центры, опять же, центры обработки информации, финальной обработки расположены рядышком в глубине мозга. Вот интересно то, что получается наше обоняние и наш вкус. Понятно, что это разные структуры. Вкус мы чувствуем языком, обоняние мы чувствуем носом. Но, однако, именно обоняние позволяет нам почувствовать вкус специй, предположим. Специи, пряностей, чего-то, у чего вкус сложнее, нежели простые базовые понятия кислое, соленое, сладкое, горькое. Вот наш язык, именно вкусовые рецепторы. Тоже поговорим на следующих уроках. Наши именно вкусовые ощущения складываются из этих четырех. Опять же, кисло, соленое, сладкое и горькое. Вот богатая палитра вкусов. Опять же, по вкусной еде, по ароматной еде, по специям, по пряностям. Вот, это все мы, казалось бы, чувствуем тоже языком, вот, но чувствуем мы с помощью обоняния. Вот, обоняние и вкус, вот, часто идут вместе друг с другом. И центры, вот, центры у них расположены тоже рядышком. Вот, и, наконец, в лобной коре расположена так называемая ассоциативная кора, причем и в лобной части, и в теменной части. Вот, вот, вот эта вот кора формирует, ну, во-первых, объединяет всю-всю-всю-всю информацию, которую мы получили. Вот, мы же ведь видим окружающий мир вместе. Вот. И именно здесь, вот, формируется, собственно, то, что мы видим. Вот, в принципе, вот, в принципе, то, что мы знаем про окружающий мир. Вот, и именно здесь, так называемая ассоциативная кора, это высший центр управления поведением. Вот. Здесь подбирается, опять же, с точки зрения мозга, самая важная часть нашей деятельности. Вот, план достижения цели. Вот. Анализ нашего прошедшего опыта. Вот, анализ и приблизительное планирование наших будущих действий. Вот. То есть, вот, уровень психических способностей человека связан именно с развитием вот этой вот, так называемой ассоциативной коры. Вот этой вот коры, да, теменной и лобной, вот, ассоциативной коры больших полушарий. Вот, то есть, вся сознательная деятельность человека, вот, то, что мы разумом контролируем, вот, находится под контролем именно коры больших полушарий. Вот, вот, то есть, наше поведение, вот, наше взаимодействие организма с окружающими людьми, с окружающей средой, вот, наше мышление, сознание, память, речь. Вот, вот, это, собственно, вот, так называемая высшая нервная деятельность человека, вот, она формируется именно вот в коре больших полушарий. Вот, ну, собственно, вот, на этом будем с вами на сегодня заканчивать. Спасибо. 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 Спасибо.